Крупнов Юрий Васильевич, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы отдать дань дипломатичности нашего совета, который говорит о стагнации в лёгкой промышленности. Если посмотреть на сущностные цифры, как дипломаты любят говорить, субстантивные, то что мы видим? Из примерно 50 миллиардов рынка 30-35 миллиардов долларов вывозятся в поддержку нашим дорогим партнёрам за границей. Конечно, это стагнация. То есть, ещё раз повторяю, 4-3 четвёртых выводятся за границу и дарятся нашим партнёрам. Второй пункт. Скажем, льняные ткани упали в 26 раз за 30 лет. Производство льняных тканей. Обвал в 26 раз – это тоже, наверное, такой момент стагнации, обозначение. Следующие цифры. Синтетические нити. Они растут, но они там в копеечном и весовом количестве копеечные, ничтожные. Вся синтетика идёт из Китая, в нашей нефтегазовой стране. При этом 10 лет Ивановская область с прежними губернаторами мучила тему кластера, синтетического и так далее. Докладываю, что по самым неглубоким подсчётам более 2,5 миллиардов рублей ушло на бизнес-планы, на встречи дорогих западных партнёров, которые нам должны это были построить. Сегодня тишина. 10 лет – тишина. То есть, колоссальный флагман за 10 лет не поставленный – это как бы тоже у нас стагнация. Синтетических ниток нет. Следующий момент. Вологодский текстиль. В 2008-2012 годах туда 200 миллионов долларов вложили. Это стало одним из двух в Европе передовых текстильных предприятий. По льну. По тканям изо льна. В итоге, через полгода после того, как президент открыл это предприятие оборудованное, Вологодский текстиль лёг на бок. Год назад его реанимировали. Все замечательные европейские машины перенастроили на хлопок. И теперь никто не думает о том, чтобы его возвращать в Лион. Аршанский комбинат Республика Беларусь 170 миллионов вложил в модернизацию. И теперь шлёпают льняные ткани. Главный на европейском рынке. Убираю Китай. Там своя ситуация. Но вполне конкурентоспособен. Ещё 200 миллионов. Коту под хвост. Из той же льняной отрасли. И так далее. Ну и некий, так сказать, итог лёгкой промышленности. Я больше брал текстиль. Но лёгкой промышленности в том, что в 2015 году, к лету по решению правительства Российской Федерации у нас должна была быть стратегия лёгкой промышленности до 2025 года. Недавно, насколько я знаю, Ирина Алексеевна опровергнет или добавит, уточнит. Но, соответственно, эта стратегия была направлена в правительство летом 2018 года. Что в этой стратегии мы могли прочитать? Синтетика главная в тканях. При этом 10 лет ничего не строится. Лён не нужен. Органические ткани – это вчерашний день. И хлопок, в принципе, не проблема вообще. И вообще, кто производит текстиль и так далее? Неразвитые страны. При этом почему-то хлопок сырьё. Только недавно Китай стал на первое место. А первая у нас, как известно, такая неразвитая страна, как United States of America. Кто такие стратегии пишет? Почему три года нет стратегии? Кто за это ответит? Кто ответит за Вологодский текстиль? Поэтому, я думаю, здесь вопрос не экономики даже или чего-то. И в этой ситуации вопрос стагнации звучит, конечно, издевающе, потому что отрасль находится в катастрофическом положении. И когда я слышу от высокопоставленных лиц, а вы приведите мне организацию, мы дадим ей 140 мер поддержки, то мне это напоминает, как в концлагере освобождённой Советской Красной Армии говорят, ну давайте сейчас их на Олимпиаду отправим, всех этих заключённых, через неделю. Но мы им дадим меры поддержки. Подкормим, оденем, обуем. Пусть они, так сказать, нагреют всех наших конкурентов на Олимпийских игр. Кому давать меры поддержки, если нет самих субъектов хозяйствования? То есть нужно заниматься прямыми хозяйственными решениями. Правительство должно при этих важностях мер поддержки уйти от этого стороннего, так сказать, формата. Там кто-то бизнес, там что-то куролесит, а мы их поддерживаем. Ну, не всех, не так и так далее, да? А мы кто? Мы правительство, мы не можем вмешиваться в бизнес. Понимаете? И пальну. Мне тоже очень ответственный человек говорит, ну ты приведи мне компанию. Я говорю, да нет никого, все в долгах, все умирают, нету никаких компаний. Но вот когда появится компания пальну, тогда приведите, мы ей дадим 140 мер поддержки. Откуда она появится? Но она появится, если китайцы или даже наши братья белорусы, соответственно, этим займутся. Но где правительство Российской Федерации? И поэтому, на мой взгляд, все-таки, помимо безумной тарифной политики, помимо налоговой, проигранной политики, помимо безумной экономической политики, но есть вопросы, я прошу прощения, в сфере прямой ответственности. Кто ответил, что Вологодский текстиль, работниц которого Владимир Владимирович Путин 7 марта 2013 года поздравил замечательным, так сказать, новым оборудованием, перестал выпускать лен? Кто ответит конкретно? И если никто не ответит, тогда о чем мы говорим? Мы где будем? Искать там под столом что-то и прочее. В этой связи дальше мы можем обратиться, скажем, к хлопковому коллапсу, который сегодня разворачивается. Десять лет назад я много занимался в Центральной Азии, записки писал на все уровни до самого высокого корпорацию развития Центральной Азии, нужно инвестировать в хлопок. Сегодня хлопок нам не дают, значит, уже пряжу дают, завтра готовые ткани, импорт готовых тканей растет, несмотря на падение, соответственно, потребительского рынка. А у нас, Иваново, 85% всей промышленности находится в идиотском состоянии. Я пять лет пробиваю через катонизацию того, чтобы закрыть эту хлопковую дыру. Уже в чисто промышленном все. Просто, ну, по сути, издевательские, так сказать, вопросы, скажем, в чем здесь эта катонизация, не будет никаких проблем с хлопком. Сейчас выпрашивают деньги у президента. На то, чтобы закрывать эту дыру. Кто за это ответит конкретно? Предложение. Ну, кстати, по льну 18 сентября на ВВЦ будет стол «Российский льняной текстиль. Блистательное будущее». Такое специально с изюминкой название. Будем рассматривать, что делать с льняным текстилем. Приглашаю, я модерирую этот круглый стол. Будет, надеюсь, интересно. И какое предложение? Что все-таки первое правительство должно перейти к прямому хозяйственному управлению. Если не заниматься кто, кому, чего, зачем, куда должен сделать и прочее, тогда вообще мы ничего не соберем. Кто за этот вот обувной, вот только что нам показывали, это обувной колоссальной выкачку насосом этих денег. При таких пошлинах, кто за это ответит конкретно? Опять, ну и как мы обсуждаем, плохие пошлины, хорошие. Ну, коллеги, ну что обсуждать? И в этом плане, первое, ответственность правительства. Второе, это, соответственно, форсированное развитие новых национальных индустрий. Такой механизм есть, мы это прорабатываем в Совете. Кому интересно, тоже можно отдельно обсудить. Спасибо.